В случае применения НАТО, статья 5, ограничится ли альянс только локализацией повода, либо сможет дать глобальный ответ? А вот это хороший вопрос, Дмитрий. Вот, например, если расправиться с частями ЧВК Вагнера, если они действительно ринутся куда-то на провокацию на границу с Польшей, ударит ли по поселку Цель в Магировской области? Ударит ли по каким-то военным объектам, которые будут использованы для этой провокации? Ударит ли президенция белорусского президента... Он себя называет президентом, он не президент, Лукашенко. Кстати, у нас Тихановская будет выступать. Дали согласие, вот сейчас определяемся с датой вместе с этим вот. Вот. Алистовичу. А вот Сильвер. Вот. Да, я думаю, такое возможно, но это тоже будет зависеть от согласия главных стран альянс. И кто это будет делать? Будет это делать Польша или это альянс будет делать? Но я такого не исключаю. Возможно, даже как-то Украина к этому будет иметь отношение. Но это логично, потому что если вы не даете ответа не просто там в локальном участке, а по источнику заразы, чтобы неповадно было в дальнейшем, вы ничего не решаете. Поэтому я все-таки думаю, что шанс на это есть. Ну, 50 на 50, выразимся так. 50 на 50. Понятно, что все время будет маячить вот эта угроза. Ох, они там запустят тактическое ядерное оружие. Эти искандеры, которые действительно сегодня фотографию показали, они на территории Беларуси имеются. Ну, так, друзья мои, у вас же есть не только для ответа ракеты с такими же тактическими боеголовками. У вас еще много чего есть. Вы много чего можете сделать. Вы покажите хотя бы один раз, как бывает. И больше это не повторится. Ну, мы же понимаем это. Если один раз ответ на ударе так, что будет больно, больно на лет 100 ближайших, то вы же понимаете, что это не повторится. А если вы соблазняете агрессора тем, что ограничиваете себя, ну, так вы раз за разом будете там же и находиться. И на то же самое спотыкаться. Так что, как с зерновой сделкой. Если в конечном итоге Москва, если не вернется, ну, я думаю, вернется к этой сделке, не будут сопровождаться военные грузы соответствующими караванами, конвоями военными, турецкими или кораблями, люби другими. А там, между прочим, вопрос не решен с болгарской морской границей и румынской. А насколько они-то будут обеспечены нормальным судоходством? Потому что, как бы, из Одессы-то может по сухопутке довести зернишко и в эти констанцы туда, сюда, и поехали корабли. Как Москва будет эту блокаду широко распространять, в том числе и на суда, которые выходят из румынских и болгарских портов? Хороший вопрос. Так вот, я повторяю, пока не будет полноценного ответа, такого, когда прям затрясется все. И страшно станет даже домашним животным, понимаете? Все будет продолжаться. Ну, это же очевидно. В конце концов, банальный ответ. Вопрос Марку, Виктор Паскар. Какие будут реакции и действия Китая, если Вагнера зайдут на территорию стран Балтии или Польши? Безусловно, Китая это не надо. Это очевидно. То есть Китай еще может быть заинтересован как-то в последствиях и в интересах относительно войны в Украине, мало ли как. Да, может повышение зависимости Москвы, еще что-то. Но вот дальше продолжение войны, это же, безусловно, эскалация такой степени, что сложно ее предсказуемой. Да, потому что Польша и страны Балтии это члены НАТО. Никто не может заранее сказать, как поведет себя НАТО, вот выше отвечая на вопрос. А может вздумают, так сказать, помочь обладать ядерным оружием уже гораздо более широкому кругу стран, в том числе и в Восточной Азии. И вдруг окажется, что у Японии появилось ядерное оружие, или у Тайваня ядерная бомба появилась. У Белоруссии-то есть же ядерная бомба. Ну, теперь ядерное оружие-то есть. И поэтому, так сказать, Китай не может быть этого заинтересует. Но может ли он удержать Москву от этих действий? А вот сейчас, как-то, вы знаете, в разнос многое пошло. Такое ощущение, что может и не факт. Да, до какой-то степени, но далеко не во всем. Меняется ситуация. Так устроен мир, понимаете, и последствия войны, и издержки власти, и много чего. И взаимоотношения. Вот непонятно, поедет Путин в октябре с государственным визитом в Китай или нет. Ну, в частности, в ЮАР он не поехал в Турцию, тоже, говорят, не собирается. Так что это вопрос пока открытый. Но Китаю это точно не нравится. Потому что он понимает, что у этого будут последствия, которые коснутся и положения Китая в качестве гегемона в районе Юго-Восточной Азии, ну и шире в Русской Азии тоже, безусловно. Ну, в Центральной Азии и так далее. Так что не думаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова